Я куплет допою Здесь жил и пел Владимир Высоцкий, допел куплет и покинул Казань, оказалось навсегда. Поклонники артиста сегодня у первого столицы памятника музыканту. Именно это здание выбрано неспроста. Тогда в 77-м Высоцкий дал в стенах МЦ порядка 30 концертов, в том числе и последний для казанцев. Высоцкий в Казани все равно, что пресли в Москве. В 77-м артист собирал аншлаги всю неделю концертов и больше не приезжал, говорят одни. Выступил еще раз в 79-м, возражают другие. Да, такая гипотеза есть, но невозможно просто в нее поверить. Ни фактов, ни даже очевидцев второго приезда барда в Казань не нашлось. Зато уйма записей, как Высоцкий ипотировал Зеленодольск и с театром приезжал в Челны. Меня здесь поразила даже не столько грандиозность, сколько чистота труда. Здесь я встретился с очень интересными людьми. Популярность театра подтверждает то, что нас понимают. А это главное. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Я у себя надеюсь, что буду. О свободе, в музыке и в жизни казанские поклонники поют на каждый день рождения артиста. Считают, что пусть сменилось время, но вечные никогда не утратят свои силы. Почему назван Человеком эпохой? Потому что он эту эпоху понял и пронес до наших дней. А так эпоху встретили в Нижнекамске. Здесь научились разбавлять одинокую гитару барда целым ансамблем, синтезаторами и искаженным звуком. Все для фестиваля «Своя колея». Уже пять лет Высоцкого здесь исполняют для всех горожан. А в эти дни в Татарстане ждут сына поэта. Как тайно это все было. Но мы слушали, слушали и слушали. Эта музыка будет вечной. Появившись в Союзе, она пережила создателя. Став самой тиражируемой и любимой, кто не помнит вертикаль, коней привередливых или еще раз. Еще раз, просят поклонники, как всегда, на бис. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Рамиль Шайдулин, Александр Лобан, Наталья Лужникова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова